Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 3 декабря, последний день, когда жители республики еще могут оплатить налоги без штрафов. Речь идет о налогах на имущество, земельные участки, транспорт. Оплатить можно и онлайн при помощи специального сервиса, размещенного на официальном сайте налоговой службы. С 4 декабря за каждый день просрочки будут начисляться пени. Так что тем, кто забыл оплатить налоги вовремя, налоговики советуют не тянуть. Так, по данным регионального управления ФНС, практически половина налогоплательщиков республики забывают оплатить налоги вовремя, а более 3 тысяч жителей республики имеют задолженность свыше 10 тысяч рублей. Ну а депутаты Госсовета продолжают выверять бюджет 2019 года. Ко второму чтению главного финансового документа депутаты уже подготовили порядка полутора десятков поправок. Они традиционные, каких-то сверхъестественных и абсолютно новых нет. Это разговор о погашении кредиторской задолженности по копложениям, которые сегодня есть в пределах 155 миллионов перед строительными организациями. Среди предложений увеличения расходов на школьное питание, лечения больных с сахарным диабетом, рост фонда заработной платы бюджетникам. Второе чтение бюджета назначено на 11 декабря. Среди положительных моментов депутаты отмечают уже в проекте заложена внушительная сумма в дорожном фонде. Почти 6 миллиардов рублей. И на треть больше нынешнего получат от республики местные бюджеты. Сегодня Международный день инвалидов. Его учредили четверть века назад для того, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Елена Абуховская продолжит. Атмосфера праздника даже в холле. Мастер-классы, спортивные физкультминутки, укрепить здоровье, поиграть и даже найти работу сегодня предлагают людям с инвалидностью. Елизавета Крашенинникова из Киясовского района. Она колясочница. Ей всего 14. Мечтает сама зарабатывать. К примеру, стать профессиональным мастером маникюра. Деревня у нас мастер один. И дорого берет, а я для начала поменьше буду брать. Может, людей буду дома работать. Да и так для себя интересно. О самой востребованной работе для инвалидов рассказывают инспекторы Ижевского центра занятости. В банке данных профессий. Пять сотен свободных вакансий. От инженеров, администраторов, бухгалтеров до неквалифицированного рабочего труда. Но основной момент трудоустройства здесь все зависит от совпадения желания человека и требований по ИПР. То есть тот разрешенный вид работ, который ему можно выполнять. Традиции встречать в Международный день инвалида на площадке цирка уже 16 лет. За это время для особых людей в регионе сделано многое. Но самым значимым и переломным стал этот год. Осенью Ижевск принимал в Международные парадельфийские игры. Специально к творческим состязаниям для людей с инвалидностью по максимуму адаптировали улицы, транспорт, концертные площадки. Раньше мы сами боялись колясочников приглашать на такие мероприятия. А сегодня с удовольствием это делаем. И люди с большой радостью, особенно дети, молодые инвалиды на колясках приходят сюда. Для них специально первые места, первый ряд, второй ряд. Убираются сиденья для того, чтобы они могли посмотреть представление. Прошли парадельфийские игры и заслуживает истинного восхищения и уважения. А это цирковое представление как подарок каждому участнику праздника. Всего на торжественную встречу в цирк приехали около двух тысяч человек со всех районов и городов республики. Елена Обуховская, Юрий Зелененький. Телеканал «Моя Удмуртия». Зал заседания Госсовета Удмуртии сегодня стал учебной аудиторией для 200 ижевских студентов. Будущих юристов и медиков пригласили в республиканский парламент на урок государственности. Он был посвящен предстоящей знаковой дате. 12 декабря исполнится 25 лет Конституции России. Нам эти уроки очень важны, потому что мы узнаем очень многое для себя. В будущем нам это пригодится. Ребятам действительно интересно. После окончания урока подходят, задают вопросы. Они здесь узнают свои права, здесь свои свободы. Узнают свои свободы. Узнают о том, как развивалась наша страна. Мы вспоминаем историю развития Конституции. Всю предстоящую неделю об истории и основных статьях Конституции России школьникам и студентам Удмуртии будут рассказывать и в их учебных заведениях. Запланированы открытые уроки, круглые столы, квесты с участием депутатов и политиков. В Ижевске будут судить врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. По данным гособвинения, к подозреваемой в новогодние праздники обратились родители с двухгодовалым ребенком с подозрением на пневмонию. Однако ребенка не госпитализировали. На следующий день он скончался. Действие врача проверила специальная комиссия. В результате оказания медицинской помощи ненадлежащим образом данные недостатки не позволили своевременно и правильно диагностировать, назначить лечение ребенку. И данное бездействие способствовало прогрессированию и осложнению течения заболевания пациента. На следующий день, 17 января 2018 года, состояние резко ухудшилось и была констатирована его смерть. Дату судебного заседания назначат в течение месяца. Подозреваемый грозит до трех лет лишения свободы. И к другим темам. Зажечь новые звезды на спортивном небосклоне России. Теперь могут и жители Удмуртии. Республиканская школа биатлона запустила новый проект и призывает подключиться к нему всех неравнодушных. Первый проект связан с сувенирной продукцией. Как все объяснит Роман Вагинов. В биатлоне как нигде важны не только скорость и выносливость, но еще и меткий глаз. Именно здесь, в этом тире, будущие звезды большого спорта тренируются в стрельбе по мишеням. Наставляют юниоров опытные инструкторы. Так, Максим, значит, тоже тут стрельба ниже. Тут был разброс. Надо делать оправку однозначно 10 вверх. Ну и вот эта стрельба очень ухудшенная, хорошая. Только чуть-чуть не хватает оправки. Школа биатлона имеет филиалы в разных городах и районах республики. В общей сложности сейчас обучение в ней проходит свыше 450 молодых спортсменов. Новый сезон только начинается. Впереди большие и очень важные старты. И чтобы поддержать своих воспитанников, школа активно привлекает свою команду спонсоров. К Новому году уже готовы новые спонсорские пакеты для потенциального сотрудничества. Планируется и выход на интернет-платформы по краудфандингу. Все собранные средства и помощь спонсоров пойдут на приобретение, конечно же, инвентаря дополнительного, которого очень не хватает. Пойдет это все на дополнительные поездки, на дополнительные сборы, на дополнительное питание для спортсменов. Это все, конечно же, поможет принести огромный успех. Не только здесь, на нашей республике, но и на мировой арене. Среди выпускников нашей школы биатлона Ульяна Кайшева и Александр Поварницын. Совсем недавно здесь они выкладывались по полной на лужне и стрельбище. А сегодня защищают честь республики и страны. На них равняются новобранцы. Одними из первых поддержать школу биатлона вызвалась известная дизайн-мастерская «Монамии». Выпустила сувенирную продукцию. Впереди Новый год. И, в принципе, мы рассчитываем захватить такую нишу, как корпоративные подарки. Вы можете не только порадовать себя, но и поддержать команду Удмуртии, маленьких детишек, спортсменов, которые только начинают учиться. Поддержать спортсменов, которые сейчас уже участвуют в различных мероприятиях и представляют страну и Удмуртию. Молодые спортсмены в долгу точно не останутся. Обещают новые победы, медали и подсчет для родной республики. Предстоят сейчас соревнования будут и первые, и в Екатеринбурге в 12-х числах. Потом мы после Екатеринбурга сразу приезжаем в Уфу. Это отбор уже на первенстве мира. Шансы есть всегда. Главное постараться. Вообще основной упор на стрельбе. То есть, если ты на стрельбе не выложился, то по трассе уже смысла нет вкладываться. Тренеры, они хорошие у нас. Где-то построже относятся, где-то подобрее. Подбодривают. Да, подбодривают. Сувениры с символикой школы биатлона уже есть в аэропорту и в центре ремесел. Часть прибыли из их подажей пойдут на обучение начинающих атлетов. Роман Вагенов, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Утбуртия». Место, где раскрываются таланты. Так отзываются о своей девятой школе в Можге. И это неудивительно. Условия здесь уникальные. Школа получила новое здание, а вместе с ним и новые возможности. Подробности у наших корреспондентов. После долгих шести лет у нее снова есть школьные уроки и школьные подруги. Десятиклассница Арина в средней общеобразовательной отучилась только первые три года. Потом случилась трагедия и домашнее обучение. Ни одна школа в Можге не была приспособлена для особенного ученика. В новой девятке предусмотрели все – от пандуса до лифта. И Арина смогла вернуться в школу. Сначала было очень нагружено, перегружено даже, я бы сказала. Но сейчас вроде вливаюсь и с коллективом подружилась. Здесь все по последнему слову техники. От тренажерки до школьного расписания. Огромный монитор в режиме онлайн выдает любые изменения. На каждом этаже телевизоры, в каждом классе интерактивные доски. Они имеют и видеопрагменты. Можно использовать тестирование интерактивное, это уже не бумажный вариант. О таких условиях в Можгинской девятке даже и не мечтали. Минимум хотели расшириться. Старый корпус стал мал. В школе, рассчитанной на 350 мест, число учащихся перевалило за тысячу. Готовы были заниматься в три смены. Начальную школу даже пришлось отселить в здание, где не было ни спортзала, ни столовой. Проблему переселения решил новый корпус. Уже скоро год, как его обживают ученики с 4 по 11 класс. В старый переехала началка. Там не было почти ничего. А в этой школе в каждом классе проектор интерактивного доска, компьютер, интернет. Вот эти электронные журналы сейчас – это благодать. Потому что раньше приходилось учителю бежать домой, домашние дела, а потом еще сидеть и заполнять электронный журнал. Сейчас это все делается на уроке. Кажется, здесь готовят инженеров будущего. В мастерской для мальчиков налаживают станок с компьютерным управлением. В компьютерах для уроков информатики – самая современная начинка. Есть 3D-принтер и даже престижная сегодня робототехника здесь доступна в рамках учебного процесса. Перспективным направлением считается, потому что и в вузах также открываются факультеты, связанные с робототехникой. Мы очень рады. И рады не только оборудованию, а тому, что у детей появилась возможность развиваться в таком, так скажем, небольшом городке. Построили новый корпус «Девятки» в рекордные сроки – меньше года. В рекордном по количеству новостроек в микрорайоне. Здесь сегодня активно растут и социальные объекты. В этом году будут сданы ясли в следующем – Ледовый дворец. Марина Балин, Анастасия Редько, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Ижевчанам сегодня показали оружие, награды и личные вещи бойцов спецназа. Выставка так и называется «Спецназ». Она посвящена вековой истории специальных подразделений органов внутренних дел Удмуртии. Так четко сложные боевые приемы могут отрабатывать только продолжатие дела спецназа. Кадетские классы Росгвардии, отряды спецназначения кречат в числе приглашенных на выставку спецназ. На стендах вековая история спецподразделений органов внутренних дел Удмуртии. Первый коммунар и Чон, так как раньше называли первых бойцов штурмовых батальонов, в республике появились сразу после революции. Нашли интересные документы, фотографии коммунаров, частей особого назначения. Они назывались именно так, потому что в роты и батальоны Чон мобилизовали всех партийных и комсомольских деятелей. И все же больше всего внимания героям современных спецотрядов «Барс» Соболь кричит. Этот флаг у Удмуртии сшили сами бойцы, где служил и Иван Трубицин. Вот это были спортивные штаны нашего водителя, простыня и футболка моего бойца. То есть мы сами выкроили, вот видите, вручную было сшито, и он висел на блокпосту в течение двух месяцев в городе Грозно. Чеченцы останавливались, спрашивали, вы говорите, с Канадой? Мы говорим, да, с Канадой. История участия спецподразделений в боевых действиях на Северном Кавказе – самая важная часть экспозиции. Специальные средства защиты, фотографии, личные вещи и награды бойцов. Память о страшных военных событиях. Молодежь должна, на самом деле, мне кажется, знать свою историю, то есть историю дедов, отцов, прадедов, для того, чтобы в дальнейшем своим сыновьям, внукам, дочерям даже, рассказывать про историю России, историю страны. Впервые широкой аудиторией представлена история наших миротворцев. Сотрудники МВД Удмурти в миротворческих миссиях ООН принимают участие с 2005 года. Оксана Худикова, Елена Абуковская, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Наш телеканал «Удмуртия» теперь вы можете смотреть не только в кабельном вещании, но и при помощи спутникового телевидения. Наша телерадиокомпания подписала соглашение с одним из ведущих операторов цифрового телевидения. С 1 декабря все клиенты оператора «Телекарта» уже могут найти телеканал «Удмуртия» в своих телевизорах. И это еще не все. Это значит, у кого есть тарелки, стоят на домах тарелки и написана телекарта, значит, они могут уже нас смотреть. Дальнейшие наши действия мы обсуждаем с операторами МТС и обсуждаем с операторами «Триколор». Кроме этого, с 1 декабря телеканал «Удмуртия» ведет онлайн-вещание и на Яндексе. Сегодня в столицу Удмуртии приехал всероссийский Дед Мороз. Ижевск стал 12-м из 22 городов, в которых главный зимний волшебник побывает до Нового года. Это благотворительное турне, которое организует уже третий год подряд телеканал НТВ. Дед Мороз пробудет в Ижевске два дня. С кем он встречался сегодня, расскажет Альбина Валикжанина. Софья увидеть Деда Мороза не может. Зато сегодня смогла руками прочувствовать, какой он настоящий волшебник из Великого Устюга. Эта встреча – импровизированная пресс-конференция, где вопросы задают не журналисты, а дети. Я люблю девушку, я люблю девушку. Я тоже тебя люблю. Вопрос есть? А давай просто, можно на ручки тебя взять? Вместо вопроса – крепкие объятия. И только потом серьезный разговор обо всем на свете. Дед Мороз уже третий год подряд за несколько месяцев до Нового года совершает турне по городам России, чтобы стать ближе к тем ребятам, у которых нет возможности поехать к нему на родину. Дедушка Мороз, вы были в теплых странах? У Богдана Зайцева было заготовлено еще много вопросов. Дед Мороз успел ответить на пару из них. После чего вера в то, что это настоящий волшебник, стала еще больше. В день сказочный герой получает десятки тысяч писем. Каждая читает вместе с помощниками. По статистике, в последние годы стало приходить больше электронных мессенджей. Хотя Дед Мороз по-прежнему любит написанное от руки. Когда все-таки ручка в руках, как-то строже вы относитесь к орфографии и пунктуации. Да, за главные буквки появляются точки, нежели то, что друг другу строчите в интернете. Так что это немаловажно. Поэтому прошу, пишите свои добрые послания. Для тех, кто пишет письма с ошибками, Дед Мороз приготовил специальные подарки. Заказал целую партию орфографических словарей. А так радовались подарку в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. Дед Мороз привез для них интерактивный стол. В программе визита главного новогоднего волшебника и еще посещение детского дома и семьи. А завтра он будет водить хоровод вокруг елки в зоопарке Ижевска. Альбина Валикжанин, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Угмуртия». И у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте. Маюдам.ру. До встречи.